Здравствуйте дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале посвященном виноградерству. Ирина, зовут меня Светлана. Сегодня выкапываем школку, показываю, рассказываю про наши саженцы, расскажу как мы их упаковываем для самовывозов, как мы их упаковываем для почты, расскажу про хранение и в конце будет еще несколько важных организационных вопросов. А все, кто у нас что-то заказывал или собирается заказывать, пожалуйста, обязательно это послушайте. Итак, начинаем. Ну, как видите, школка еще держит зеленый лист. Хотели дождаться естественного листопада, но вот наша местность такова, что нас не затронули морозы. Мы понимаем, что в общем-то уже все-таки пора выкапывать. Лоза созрела, вы ждете свои саженцы, поэтому мы начинаем выкапывать. Росло у нас все в этом году замечательно, прекрасно развивалось. По вызреванию лозы, ну вот видно, да, где-то она прям совсем и до верха созрела, ну где-то меньше, тем не менее на сантиметров 15-20 созревше у многих. Да, у некоторых сортов есть чуть меньше, но если какие-то будут вопросы, будем индивидуально обсуждать. Значит, дальше смотрите, саженцы вот, перед выкапкой они обрезаются. Вообще по классике нам надо две почки, да, на второй год. Мы обрезаем, конечно, выше, но обрезаем. Для того, чтобы растение нормально переживало пересадку и нормально в дальнейшем развивалось, это делать обязательно. Дальше каждый саженец у нас подписан. Единственное, я сейчас снимаю с другой стороны, поэтому не видно, что там на бирочках, но мы маркируем абсолютно каждый саженец. Вот специально зашла с другой стороны, ничего не стирается. Надписи понятные, надписи разборчивые. Надписи эти будут сохраняться. Но при выкапке никакой путаницы. То есть подписывается и маркируется все всегда, когда растение еще вот на месте, дабы потом не было путаницы. Ну а теперь одна из самых сложных, скажем так, и тяжелых работ, это выкапка. Вот человек, которого вы там видите вообще, благодаря ему все это выросло. Именно он обеспечивал школке уход, полив, подвязку и так далее. Вот, и теперь выполняет самую сложную часть работы. Все это выкапывает. Первый год, когда мы копали школку, мы вообще сломали лопату. И пришлось срочно ехать покупать новую. Пока что вот это служит. И достаточно хорошо. Все растения мощные, корни мощные. И выкопать все это, это реальный труд. И труд очень тяжелый. К сожалению, не все это понимают. И приходится это показывать и объяснять. Ну сейчас мы все подкопаем. И начнем доставать саженцы. Ну вот, начинаем добывать саженцы из земли. Конечно, корни и опаты подрезаются. Потом я еще буду показывать, что мы с корнями делаем. Часто бывают пожелания, что можно нам корни не обрезать. Ребят, ну... Во-первых, это нужно, да. Это агротехнический прием. Абсолютно нормальный. Во-вторых, вы понимаете, что индивидуально каждому что-то выкопать, ну, это просто не предоставляется возможным. Вот смотрите, вот как это все выдрать. Да, без повреждений, без подрезок. Ну и смысла, повторю еще раз, в этом нет. Мы обрезаем верх, мы обрезаем низ. Растение, есть гармония вверх и низа. Если мы оставим низ большой, а верх будет маленький, то растение просто сбросит часть корней. Это тоже абсолютно нормально. Это прописано в учебниках. Итак, отчасти корней виноград за зиму избавляется, а потом наращивает новое всасывающее. Вот очередная партия саженцев извлекается из земли. Видите, несмотря на то, что мы подкопали, надо еще все равно подкапывать и подкапывать, чтобы все это сокровище добыть. Чтобы не было путаницы, чтобы саженцы не валялись, не подсыхали, мы выкапываем по одному сорту и готовим их к хранению. Ну, вы сами понимаете, что вот с такими корнями куда их хранить, в чем их хранить, это просто нереально. Поэтому, конечно, корневая система подрезается. Вот такой получается саженец. И мы все это складываем в мешок. Все, саженцы упакованы в пакет. Сейчас влажными опилками все это присыпаем. Вот так оно будет храниться. И когда нам надо достать один-два саженца, остальные они все равно остаются во влажной среде и прекрасно сохраняются до весны. Если будет в этом необходимость. Вот такая красота. Запариваем опилки. Видно сразу, как они начинают увеличиваться в размерах. Вообще, для чего запариваются? Опилки и так они умеют, они прекрасно хранятся. Но, вот видно, да? Сразу идет увеличение запаренной опилки, они лучше держат влагу. И для почты мы это делаем всегда. Потому что таким образом они вот эту влагу хорошо берут, вода с них не цичет. При этом у нас небольшой получается вес и хорошая влажность, которая позволит сохранить корни. Итак, упаковываем мы все на влажные опилки. Недленько заворачиваем, чтобы корешки не подсыхали. Таким образом упаковываются с самого влажность почтой мы дополнительно еще укручиваем в пленку верхнюю часть, чтобы во время транспортировки не было подсыхания. Конечно, на самом деле саженцы они сейчас в спящем состоянии и ничего им в дороге не повредит. Но на всякий случай мы все же верхнюю часть тоже закручиваем в пленочку. Пленочки крутятся отдельно и в дальнейшем, когда вы получаете, можно хранить в этих опилках минимум месяц они влагу выдерживают. Дальше просто сильно не держали, на минимум месяц у вас есть, а вот верхнюю часть снимите. То есть не надо, чтобы они охранились в пленке, они прекрасно сохраняются и без нее. Конечно, в идеале, сразу, когда вы саженцы получите, ну, может не сразу, но в ближайшее время их посадить, высаживать такие растения можно пока не замерзнуть земля. Они в спящем состоянии, поэтому не надо там приживаться, чего-то там окрепнуть и все остальное. Если вдруг по какой-то причине у вас нет возможности их высадить, то можно хранить. Как я уже сказала, в этих опилках примерно месяц, но точно сохраняется. Ну, дальше просто не держали, не пробовали. Можно пробовать, но присматривать иногда. Идеально подвал прохладный, даже если там будет легкий минус, там минус один, ничего страшного. Нет подвала, значит, можно хранить даже в обычном готовом холодильнике. Переупаковываем, если корни, то во что? Слегка влажный песок, слегка влажная земля. Все, оно прекрасно у вас до весны сохранится. А весной тоже высаживать можно. Только земля оттаяла, только вы можете ее там копать. Пожалуйста, можно такие растения высаживать. Ну, и в дальнейшем вот это для почты упаковывается сверху в картон. Если мы отправляем посылки зимой, то мы дополнительно можем еще прокладывать, например, пупорчатую пленку для сохранения тепла. Но если кто-то боится, что вдруг саженцы в дороге замерзнут, ничего они не замерзнут. Во-первых, нет таких длинных перегонов, все равно так или иначе саженцы, любые посылки проходят сортировочные пункты. Ну, там работают люди, там в любом случае плюсовая температура, поэтому никаких повреждений от мороза не будет. Ну, конечно, в минус 20 мы не высылаем, но если на улице небольшой минус, то вполне прекрасно наши саженцы доезжают, потом растут и радуют своих покупателей. Ну, и теперь важные моменты. К сожалению, у нас не всегда и не со всеми получается оперативно связаться. Бывает так, что наши письма электронные попадают в спам, мы, к сожалению, никак на это повлиять не можем. Поэтому первое, да, вот мы сейчас выпустили ролик, что мы начинаем копать. Соответственно, если от нас ничего не приходит, пожалуйста, посмотрите папку спам. если вы при заказе не оставляли электронную почту, то, пожалуйста, свяжитесь с нами в одном из мессенджеров. Конечно, желательно, чтобы это был вайбер или телеграм. Я уже рассказывала, что с ватсапом у нас бывают проблемы. Бывает, что он просит обновляться, потом не обновляется, либо он обновится, но неделю к нему нет доступа, но это реальность. Поэтому для оперативной связи, пожалуйста, свяжитесь с нами. Можете мне просто плюсик, вопросик, смайлик отправить, все что угодно, мне уже проще будет вас найти. Бывает так, что у кого-то, допустим, номер есть в мессенджерах, ну, в том же ватсапе или в телеграме. Вайбер, молодец в этом плане, он позволяет, я номер с вашего заказа копирую, в вайбер вставляю и тут же вас нахожу. Для того, чтобы найти также в телеграме или ватсапе, мне надо внести в телефонную книжку. Ну, простите, у меня нет таких возможностей сидеть на телефоне, каждый номер записывать и потом вас искать. Да, конечно, я стараюсь это делать, я стараюсь максимально всех найти и со всеми связаться, там, если что, смс-ку отправить. Но у меня только две ручки и в сутках только 24 часа. поэтому это не всегда возможно и связывайтесь с нами сами. Я говорю, не надо мне там писать, здрасте, там я чего-то заказала, я вас по номеру телефона найду. Смайлик, плюсик, все, что угодно вы написали, все, мне уже будет гораздо проще. Ну, конечно, в идеале тоже не в нем звонков это время, потому что, вы понимаете, мы заняты, мы заняты комплектацией ваших заказов, мы заняты в том числе и работой на участке и, например, на ваши все письма я вечером, когда уже ребенок ложится спать, могу сесть в спокойном темпе ответить. Когда активно занимаешься одной работой, отвечать на звонки, к сожалению, возможно, не всегда, поэтому просто я вас прошу по возможности от звонков ограничиться, да, и максимально писать. если есть вопрос, ну, просто обозначать себя, если вы у нас что-то заказали, чтобы мы могли оперативно быстро с вами связаться. Еще пару слов по срокам отправки, то есть сейчас все заказы, которые были сформированы, мы будем стараться максимально оперативно раздать и отправить, но в принципе мы отправляем саженцы, поскольку они в спящем состоянии, на протяжении всей зимы, за исключением периода, когда идут очень сильные морозы, мы с вами договоримся, если у вас есть возможность где хранить, сохранить саженец, можно даже в обычном бытовом холодильнике, то мы это делаем в принципе на протяжении всей зимы, поэтому если вдруг вы смотрите это видео уже гораздо позже, а те сорта, которые вы хотите, есть в каталоге, то можно заказывать и в течение нескольких дней все вам отправим. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, под роликом нажав на кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. До новых встреч!